Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов. Сегодня у нас в гостях в открытой студии свободной прессы Ростислав Владимирович Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Здравствуйте, Ростислав Владимирович. Добрый день. Ну, начнем с текущей повестки дня. Бои идут практически по всему фронту в Донбассе. На ваш взгляд, в ближайшей перспективе, чего стоит ожидать? Нового наступления киевской армии? Ну, я не знаю, нового наступления киевской армии или нового наступления донецкой армии. Но понятно, что если война идет, то она может прекратиться только в результате победы одной из сторон. А победа вне наступления не достигается. Следовательно, очевидно, будет интенсификация боевых действий, и кто-то начнет наступать. Понятно, что, в принципе, для Донбасса выгоднее, чтобы наступление начала украинская армия. Но если она будет слишком долго ждать, то все равно когда-нибудь придется переходит на наступление самостоятельно. Но на ваш взгляд, если в долгосрочной перспективе, чем вообще может закончиться эта ситуация? Потому что воевать на протяжении нескольких поколений явно это просто невозможно, тем более в центре Европы. Ну, во-первых, это возможно, потому что, например, Сомали или Ливан воюют на протяжении нескольких поколений. При этом Ливан, когда начиналась там гражданская война, называли Швейцарией Ближнего Востока, то есть он был таким суперцивилизованным государством, значительно цивилизованнее, чем современная Украина. Тем не менее, несколько поколений подряд воюют, воевали, ничего не получилось. Что касается войны в Европе, ну, так столетняя война в Европе и происходила, на протяжении нескольких поколений воевали, и она не одна такая. В общем-то, вся история Европы — это история войн, в том числе гражданских, в том числе продолжительных. Просто с моей точки зрения, украинское государство в существующем формате, если мы имеем в виду под украинским государством, власть в Киеве, не имеет ресурса для того, чтобы долго существовать. Именно поэтому есть хороший шанс на быстрое прекращение гражданской войны. То есть государство существует либо за счет внутреннего ресурса, ну, то есть, когда у него работает экономика и есть финансы, да, чего у Украины нету, либо за счет внешнего финансирования, как, допустим, существовала Грузия-Саакашвили. Украина слишком большая, и туда требуется слишком много денег, которых просто сейчас нету в мире, в мире Европейского Союза, не в Соединенных Штатах, для того, чтобы ее держать на внешнем финансировании. И у Украины практически уничтожена собственная экономика, то есть в нее нету внутреннего ресурса для поддержания государственности. Я уже не говорю там о развале административной вертикали, о полном уничтожении политического конституционного пространства. Даже просто, если переходить на меркантильный, финансовый, денег нет для содержания страны. Поэтому она должна, сказать, исчезнуть достаточно быстро. Следовательно, вопрос только в том, как внешние игроки, которые, собственно, Украиной руководят, а фактически как Соединенные Штаты, используют эту неизбежность. Пока что не похоже, что и собираются дать тихо умереть. Наоборот, Украину собираются, судя по всему, по полной использовать для разжигания военного конфликта с участием России, хотя бы потому, что сейчас, помимо Донбасса, начинает нагнетаться напряженность в районе Приднестровья. И опять-таки с участием киевских властей, которые буквально провоцируют там военный конфликт, устанавливая блокаду. Вот поэтому, как мне представляется, в силу неспособности украинского государства к выживанию, гражданская война на территории Украины или война между Донбассом и Киевом должна закончиться относительно быстро. То есть в перспективе одного года. Более того, если бы Соединенные Штаты не продолжали бы, где-то после октября прошлого года, финансировать Украину, то эта война бы уже закончилась, потому что государство бы уже рухнуло. Но в любом случае, прежде чем все это счастье случится, мы должны будем пройти через интенсификацию боевых действий. И, в общем-то, думаю, что самые тяжелые бои и самые большие неприятности мы еще просто не видели. А на ваш взгляд, в чем причина, что украинская экономика до сих пор худо-бедно, но на плаву держится? Еще весной прошлого года говорили, пройдет несколько месяцев, все рухнет. Потом говорили, наступит зима, Украина замерзнет. И Донбасс, да, ценой больших потерь переживет это время, Украина самоликвидируется. Видимо, этого не происходит. Государственные институты там более-менее укрепляются. Неугодные олигархи со своими батальонами, вроде Коломойского, отходят постепенно на задний план. И все говорит о том, что если пройдет еще год-два, то у Украины будет сильная армия, пусть и при бедном населении. И достаточно прочная власть Порошенко и его команды. Я, к сожалению, не знаю, что скрывается под аббревиатурой «Все». То есть, это, наверное, какое-то неизвестное мне экспертное учреждение, которое говорит, что там будет сильная власть и сильная армия через года полтора-два. Я не знаю, кто вам сказал, что украинская экономика существует. Потому что даже украинские официальные данные показывают падение в среднем на два десятка процентов, а падение по основным бюджетнообразующим отраслям и по основным экспортным отраслям, которые обеспечивают вступление в казну твердой валюты, на 40% и выше. Это практически ликвидация экономики. В чем подчеркивает официальная статистика, которая обычно бывает оптимистичной. Далее, само украинское правительство заявляет о том, что оно не способно платить по долгам. То есть, оно требует не только финансировать украинские потребности в ближайшем будущем, причем оценивает это в очередной раз примерно в 40 миллиардов долларов, то есть, видишь, там 17, которые им обещали, уже мало. Кстати, этих 17 тоже пока не дают. Но при этом оно еще требует просто списать долги. Потому что даже, очевидно, из этих сумм, которые оно собирается получить, но которые, подчеркну, никто не дает, оно не может одновременно финансировать свои потребности и платить по долгам. При том, что с точки зрения, в общем-то, современных, так сказать, обычных норм, долги Украины не критичны. Они достигают порядка 60-70% предвоенного ВВП. Ну, если там у Греции порядка полутора сотен процентов, а некоторые выдающиеся умельцы там и до почти 200 добегали. Значит, там Соединенные Штаты, Япония находятся в районе отметки 100% ВВП по отношению долга к ВВП. То понятно, что, в общем-то, при нормально работающей экономике 60-70% это еще занимать и занимать, в общем-то. И если Украина фактически объявила дефолт, значит, правительство сказало, что хотите, реструктуризируйте долги, хотите, не реструктуризируйте, хотите, списывайте, хотите, не списывайте. А все равно ничего не заплатим, потому что денег нет. Так денег нет в одном случае, когда не работает экономика. Потому что если экономика работает, существует экспорт. В казну поступает твердая валюта, в казну поступают налоги. И деньги вот они, вот они есть, их только надо взять и заплатить. А когда Украина живет от кредита до кредита, причем эти кредиты минимальные, и практически все уходят на поддержание военных действий и на разворовывание. Это как раз свидетельствует, что экономика страны умерла. Я думаю, что вопрос по поводу замерзания зимой, он той же зимой был совершенно открытый и публично решен, когда фактически Украина шантажировала Европейский Союз тем, что через ее территорию не пройдет европейский газ, она его просто начнет воровать. И тогда сели за стол втроем представители России, Украины и Европейского Союза. И по сути дела, при посредничестве Европейского Союза Газпром получил 3 миллиарда долларов без возвратных долгов. То есть то, чего Украина уже никогда не собиралась заплатить, она заплатила. Украина говорит, что из своих золотовалютных резервов, и Европейский Союз, есть серьезное подозрение, что все-таки из кредитных денег, но эти деньги были заплачены, и газ прошел в Европу. То есть в данной ситуации Европейский Союз из своих собственных интересов, чтобы самому не замерзнуть, да, ну или не замерзнуть, а не потерять промышленное производство, профинансировал поставки газа на Украину, из России. Вот, собственно, все это решение проблемы. То есть не было бы финансирования со стороны Европейского Союза, не было бы поставок газа. Не было бы поставок газа, началась бы фактически социальная катастрофа в крупных городах. Вот, на это не отменяет общего экономического краха украинского государства, потому что государство, которое живет в долг, не способно выплачивать свои долги, оно экономики не имеет, даже не имеет такой экономики, как Сомали, потому что там хоть пираты-то и грабят, экономика пиратская, да, но они хоть денег в долг не просят, они, кстати, на награбленное живут. Вот, Украина и грабить пытается, и деньги в долг просит. Поэтому говорить, что государство укрепляется, ну, это быть большим оптимистом. Если говорить об этих самых, об олигархах, которых вроде бы привели к общему знаменателю, так Коломойский-то отошел в сторону, но Коломойский не убит, не в тюрьме. Коломойский продолжает выступать, когда считает нужным активно в прессе. Никуда не делись эти же самые батальоны и тот же самый правый сектор, который служил, кстати, вооруженной опорой Коломойского, он ведь не интегрировался в вооруженные силы, как на этом настаивало украинское правительство. Они заявили, что они остаются автономными, а если там, может быть, кто-то в Киеве хочет, то, пожалуйста, можете считать нас частью вооруженных сил, но подчиняться-то мы будем все равно своим командирам. Точно так же и многие нацистские батальоны, которые формально вошли в состав армии или в состав МВД, они продолжают подчиняться своим командирам, то есть это фактически легализованные вооруженные банды, которые в любой момент могут выйти из-под контроля и начать играть в собственную игру. Дальше украинская власть хорошо выглядит, когда ее показывают по телевизору на международных форумах. Но когда украинская власть пытается контролировать какие-то регионы, то у нее это получается исключительно при последничестве посольства Соединенных Штатов. Потому что это нонсенс, когда губернатор практически открытым текстом в прямом эфире сообщает, что президент никто, звать его никак. И он подумает, завтра прогонять или послезавтра, после чего президент жалуется американскому послу, американский посол проводит переговоры с губернатором, он говорит, ладно, я передумал. Бог с вами, уйду в отставку, как это было между Порошенко и Коломойским. Точно то же самое, допустим, происходит в Одессе, куда приезжает Саакашвили, но это очевидная американская марионетка, которую бы никому в голову даже на Украине не пришло бы назначить губернатором Одессы, просто потому что Одесса сложный регион, и там надо, если ты хочешь сохранить стабильность, вести очень непростые переговоры с местными элитами, и которые контролируют ситуацию внутри города и внутри области, хоть на поверхности и незаметно. Потом украинская власть давно уже забыла, как руководить Западной Украиной. Там формально находятся в составе украинского государства, но каждая область живет как хочет, там какие-то свои лидеры, кстати, там размещена большая часть батальонов того же самого правого сектора, которые, по сути, являются их вооруженной опорой. И они давно плевать хотели на решения, которые принимаются в Киеве. Донбасс Украина не контролирует. По поводу Харькова постоянные истерики, что там то ли уже пришли партизаны, то ли завтра придут партизаны, и надо срочно накачивать город войсками. Но опять же, извините, если вам для того, чтобы контролировать второй по величине город страны, ее первую столицу, необходимо держать в этом городе многотысячную армейскую группировку, то это не свидетельствует о прочности центральной власти, как раз наоборот. Вот, поэтому то, что, кстати, украинская власть не задавлена, я еще раз повторяю, это решение Соединенных Штатов. То есть, если бы ее отпустили бы в свободное плавание, то после октября прошлого года она бы растворилась бы во времени и в пространстве, причем очень быстро, потому что ресурс для существования был исчерпан. Соединенные Штаты в интересах глобального противостояния с Россией, а не потому, что они там очень заинтересованы именно в Украине, в Порошенко, или еще в чем-то, продолжают держать эту пешку на этой клеточке. Пока продолжают. Но поскольку эта пешка на этой клеточке приковывает к себе все больше и больше американских ресурсов, а задача ставилась в том, чтобы она приковывала российские ресурсы, поскольку американские возможности только не резиновые и мир большой, противостояние происходит везде, то рано или поздно этой пешкой приходится сайт жертвовать. Причем Соединенные Штаты совершенно очевидно пытались ей пожертвовать уже в 2014 году, где-то в апреле-майе месяце, когда всеми силами провоцировалось российское вторжение на Украину. Но любому человеку для этого не надо занимать высокую должность в Вашингтоне, иметь доступ к информации разведывательного сообщества. Любому человеку понятно, что российское вторжение закончилось бы ликвидацией украинской власти в течение одной, максимум двух недель. Дольше бы она просто не продержалась. Если Соединенные Штаты такое вторжение провоцировали, значит они не видели существование Украины за пределами апреля-мая месяца, когда, собственно, и началась активная провокация. Потом они вынуждены это государство содержать, все еще пытаясь использовать его, как я уже сказал, для развязывания военных действий с участием России. Сейчас у них появилась, с моей точки зрения, почти блестящая возможность. Если им удастся организовать провокацию с нападением на Приднестровье, то, очевидно, Россия не сможет с этим вмешаться. Причем военным путем, потому что Приднестровье со всех сторон блокировано, прорваться туда можно только через территорию Украины, обросить четверть миллиона граждан и полутора тысячную группировку, войск уважающееся государство не может. Поэтому, в общем-то, происходит, большая геополитическая игра, в которой один из игроков продолжает удерживать этот нацистский режим в Киеве. С точки зрения правил геополитической игры, погрешность там в год-два ровным счетом ничего не меняет. Потому что, например, маленький неточный режим в Южном Вьетнаме американцы поддерживали свыше 15 лет. А потом все равно погрузились в вертолет и улетели с крыши посольства. А режим моментально исчез. Только что был, и вот его нет. То же самое, в принципе, проиграет и на Украине, только единственное, что я думаю, с крыши посольства уже улетать не будут. Есть богатый опыт, то есть уедут раньше. Но, по большому счету, сегодня говорить об украинском государстве о какой-то укрепляющейся целостности, быть несправимым оптимистом, его просто нет. Причем уже даже некоторые неангажированные киевские эксперты, которые год назад занимали условно нейтральную позицию, режим не поддерживали, но пытались анализировать ситуацию ее развития с точки зрения возможных интересов Украины, то есть сохранения украинской государственности. Потому что даже они сегодня говорят о том, что по сути дела говорить о какой-то единой государственной власти на Украине невозможно. Поэтому я думаю, что вопрос дальнейшего сохранения украинской государственности на месяц, на три месяца, на полгода, на год, это вопрос решения Соединенных Штатов, которые, ну так, стратегическое решение они приняли давно. Они его приняли еще до переворота по поводу того, что Украина должна выполнить свою роль дров в топке по поджиганию России и спокойно себя скончаться, не морочить голову уважаемым белым людям. Сейчас вопрос только в выборе наиболее оптимального времени для реализации этого решения. Как мне представляется, Соединенные Штаты затянули время уже. То есть они за счет решения профинансировать сдержание украинского государства в течение еще, ну практически, конца 14-го и всего 2015-го года попали в достаточно неудобную ситуацию, потому что так или иначе они несут ответственность за все решения киевского режима, потому что это их режим, и это для всех очевидно. И кроме того, они втравливают Европу в крайне неприятную ситуацию, когда Европа теряет финансы из-за конфликта с Россией, конфликт происходит из-за Украины. Во-первых, когда у Европы на границах появляется такое большое Сомали, причем если год назад это можно было еще более-менее тихо, спокойно привести к нормальному общеевропейскому знаменателю, то сейчас уже понятно, что порядок там придется наводить довольно долго, причем даже не столько в плане разоружения разного рода бандформирований, сколько в плане восстановления, даже я бы сказал воссоздания экономики, способной кормить 30-40 миллионов населения, проживающих на этой территории. Поэтому сейчас проблема не столько в прочности режима, сколько в том, а что делать с этой территорией, поскольку режим рухнет. А как вы оцениваете уровень социального недовольства на Украине и способно ли оно привести, условно говоря, к третьему Майдану, к тому, что народ Украины без внешней помощи поменяет власть и порядки в стране? Такую власть без внешней помощи не меняют, потому что эта власть прекрасно понимает, что существование даже условной Украины, даже если не будут контролировать только Киев с пригородами, это гарантия их физического выживания. Я не говорю даже о капиталах, активах, еще о чем-то. Это гарантия физического выживания, потому что после того, исчезает украинское государство, все эти товарищи становятся не просто никому не нужны, они становятся опасны своим же бывшим хозяевам, потому что через какое-то время они могут дать показания в суде или написать мемуары. Они носители информации, которая опасна для интересов в том числе Соединенных Штатов. Поэтому их проще по пути потерять, чем всю жизнь кормить где-нибудь в Арканзасе или в Вермонте. Поэтому эта власть будет обороняться и защищаться всеми возможными способами, то есть если вы пойдете ее свергать, то надо готовиться, что без всяких эмоций выставят и пулеметы и артиллерию и все, что будет под рукой. Кроме того, украинское общество независимо от его негативного отношения к власти, а к Порошенко в принципе относятся не лучше, чем относились к Януковичу, оно все-таки расколото линией гражданской войны и конфликт между двумя частями общества сильнее, чем конфликт между обществом власти. Мы это наблюдали, кстати, во время Майдана, который свергал Януковичем. Если к моменту начала Майдана, то есть к концу октября, к началу ноября, к концу ноября, начало декабря 2013 года, у Януковича был устойчиво падающий рейтинг, который уже где-то достигал 15-16 процентов и понятно, что к выборам мог обвалиться вообще чуть ли не до нуля, то стоило Майдану начаться, как рейтинг взлетел до стандартных для него там 40-45 процентов и имел тенденцию к возрастанию, потому что для значительной части населения Украины, для его антифашистской части Янукович стал сателлицетворением противостояния нацизму, то есть последней баррикадой. И поддерживая Януковича, фактически люди поддерживали борьбу с нацизмом. Как только Янукович сбежал, его рейтинг стал не то, что нулевым, отрицательным. То есть когда стало понятно, что эту функцию не выполнил. Вот точно так же и Порошенко. Он для многих граждан Украины, которые поддерживали переворот, которые сейчас поддерживают войну в Донбассе, которые вольно или невольно отдавая себя в этом отчет или не отдавая, поддерживают нацистский режим. Для многих граждан Украины он последняя баррикада. За Порошенко ничего нет, за Порошенко поражение. Поэтому они будут его поддерживать против Донбасса, против антифашистов и так далее. Потому что они его очень любят. Они прекрасно понимают, что это вор и олигарх. Так же, как сторонники Януковича понимали, что Янукович вор и олигарх. Но они его будут поддерживать как символ борьбы, как вот этот цементирующее средство, как человек, у которого есть власть для того, чтобы отдать приказ армии, чтобы она выступала не против нацистов, а против антифашистов и так далее. Поэтому серьезного народного выступления без внешней поддержки против нынешней киевской власти, по крайней мере по всей Украине, я думаю, не будет. Возможно, какие-то локальные выступления в городах Новороссии, но они скорее возможны тоже в случае либо полного развала фронт и разбегания киевской армии по домам, либо в том случае, если к соответствующим городам будет приближаться армия Новороссии, потому что в противном случае восстание, даже успешное на первом этапе, оно самоубийственное, так как власть всегда имеет возможность подтянуть превосходящие силы, это восстание задушить, перебив восставших. Наш читатель Александр Сердюк спрашивает, а если победят нормальные конструктивные силы на Украине, то что делать со всякими манкуртами, как пишет наш читатель правосяками, бандеровцами и тому подобное? Вы понимаете, мы ведь не знаем, в каком формате победят нормальные конструктивные силы, потому что, как я уже сказал, Украина это одна из точек приложения геополитических интересов, одна из точек геополитической конфронтации, поэтому конфликт на Украине не может оцениваться с точки зрения каких-то внутриукраинских мерок, интересов и так далее. Судя по тому, что там пытаются разжечь очень большой конфликт, большое количество манкуртов, правосеков и всех прочих просто погибнет в огне гражданской войны, потому что, как я уже сказал, с моей точки зрения, мы самую худшую, самую пиковую точку еще не прошли. То есть, то, что мы сейчас видим в Донбассе, это, в общем, только прелюдия. Кроме того, значительная часть в таких случаях просто эмигрирует. Ну, вот точно так же, как после переворота началась эмиграция антифашистов с Украины, вот точно так же начнется эмиграция фашистов. Ну, извините, уже же есть богатый опыт, когда миллионы отступили вместе с гитлеровской армией. Точно по тому же варианту многие люди просто покинут пределы Украины и начнут там в личном порядке интегрироваться в Европу, в Америку или куда там они еще собирались интегрироваться. А что касается большей части населения, то ведь, опять-таки, надо понимать, что за последние 20 лет настроения и на Украине, и в России, и во многих других бывших республиках СССР, менялись по несколько раз в зависимости от того, что показывал телевизор. И если сегодня все программы украинского телевидения рассказывают о российской агрессии и так далее, то в это процентов 50, может быть, чуть больше население верит. Если все программы будут показывать диаметрально противоположную картинку, то большая часть населения через некоторое время даже не заметит, как оно начнет верить совершенно другие идеалы и интересы. Ведь, опять-таки, у нас же есть богатый опыт. Вот смотрите, когда там в марте, да, 1991 года, 92% украинских избирателей голосуют за сохранение Советского Союза, почему голосуют совершенно искренне, и националистические силы не имеют на Украине особо серьезной поддержки. в ноябре, по-моему, или в декабре того же года проходит очередной референдум, и те же 92% голосуют за украинскую независимость, хотя националистические силы все так же не имеют на Украине серьезной поддержки, и в парламенте коммунистическое большинство сохраняется, там еще, по-моему, года на два до следующих выборов, а после этого все равно Компартия имеет самую большую фракцию в парламенте еще много-много лет, и там два или три выборных цикла подряд. Тем не менее, это просто работа средств массовой информации, причем это были несовершенные СМИ советской Украины. Сейчас работа СМИ, в общем-то, отлажена, и поэтому разворачивать общественное мнение в ту или в другую сторону для них не самая большая проблема. Поэтому, кстати, ведь на Украине отключили российские телеканалы, и практически заблокировали к ним доступ, потому что необходимо давать только, кстати, однонаправленную картинку для того, чтобы у населения не было возможности сравнивать информационную картину, сравнивать убедительность, получать независимую информацию из независимых источников. Поэтому его таким образом зомбируют. Если бы на Украине были бы уверены в том, что население совершенно искренне и последовательно поддерживает этот нацистский выбор, то российские телеканалы не надо было бы отключать. они бы смотрели бы, плевались, ругались бы, все равно бы поддерживали правительство. На Украине сегодня существуют какие-то силы, которые способны возглавить народные протесты. Может быть, они находятся в зачаточном состоянии. Кто это? Коммунисты, социалисты, представители мелких лавочников, условно говоря, крестьянства, рабочих, крупной буржуазии. Вот эти силы есть, которые могут стать ядром сопротивления? В легальном политическом поле Украины я таких сил не вижу, они там не могут существовать, потому что, вы понимаете, искать антигитлеровские силы в легальном политическом поле Третьего Рейха было бы абсурдным. Но на Украине примерно такой же режим, который просто не позволяет сформироваться легально действующей оппозиции, если эта оппозиция немарянеточная. Что касается в принципе формирования потенциальных или появления потенциальных лидеров и формирования каких-то сил, которые могли бы взять на себя ответственность за ситуацию на Украине, то я думаю, что этот процесс происходит постепенно в ходе войны в Донбассе, и этот процесс точно так же происходит где-то в Харьковском или в Одесском подполье, по мере освобождения новых территорий такого рода лидеры будут появляться и соответственно будут формироваться и соответствующие политические силы. Если говорить об их общей политической ориентации, то понятно, что у них должно быть минимум два основных опорных пункта. это во-первых, антинацистская позиция и во-вторых, социальная позиция, потому что это запрос населения, от которого оно явно не отступлено. То есть это не обязательно социалистическая или коммунистическая риторика, но это позиция социального государства, которое украинцам 20 с лишним лет обещали, но так и не создали. Какие там партии будут объединяться или не будут объединяться, очень трудно, невозможно сказать, потому что сегодня никто, ни один человек в мире, включая Путина и Обаму, не скажет вам, как будет выглядеть политическое пространство в Украине, после того, как рухнет современный киевский режим. Это очень серьезно зависит от общей геополитической ситуации, которая будет к тому моменту, от возможностей сторон, от их запросов, интересов и так далее. Поэтому сегодня просто нельзя сказать, это будет какое-то единое независимое государство, условно независимое. Это будет десяток каких-то рыхлых республик, составляющих конфедерацию, его соседи просто разнесут по своим квартирам. Оно полностью куда-нибудь интегрируется, хоть в России, хоть в Евразес и так далее. То есть есть несколько вариантов украинского будущего, и ни один из них сегодня не является доминирующим. Они пока что все вероятны. Единственное, что можно точно сказать, что нацистская русофобская Украина просто не может существовать, потому что, как показала практика, для этого нет внутреннего ресурса, и ее потенциальные партнеры не желают ее финансировать. Руслан Владимирович, вопрос, который не могу вам не задать, достаточно такой колки. На ваш взгляд, насколько правильно позиция Москвы по отношению к украинскому кризису? Есть мнение, что Россия сама себя перехитрила в Донбассе, потому что там люди надеялись на повторение крымского сценария, а в итоге получилась затяжная война, многочисленные жертвы вооруженного конфликта и неясное будущее. И более того, сейчас как-то обсуждают, не вернутся ли людям, которые ценностно вообще не принимают нынешнюю украинскую власть в единое пространство Украины. Ну, смотрите, во-первых, я не совсем понимаю, как можно логически соотносить две вещи. Люди в Донбассе не получили то, на что они надеялись, и Россия сама себя перехитрила. То есть, если бы существовала бы серьезная общественная позиция курсу российского руководства в России, то тогда можно было бы сказать, что руководство сама себя перехитрило, но поскольку оно все-таки является руководством Российской Федерации и нанимается гражданами Российской Федерации для защиты интересов граждан Российской Федерации, то до тех пор, пока Путин имеет там хоть 70, хоть 85, хоть 90% рейтинг, можно говорить о том, что в общем-то проблем с самоперехитрением не существует. Что касается общей ситуации в Донбассе и вообще общих действий России на Украине, понимаете, чисто умозрительно можно доказывать любые вещи, потому там и то, что эти действия абсолютно правильные, и то, что они абсолютно неправильны, и выбирать какой-то промежуточный вариант, или 2, 3, 4, 5, или здесь правильно, здесь неправильно, потому что мы, когда выстраиваем такие умозрительные построения, мы отталкиваемся от каких-то постулатов, которые нам неизвестны, но которые мы заранее принимаем как аксио, да, вот, эта мысль верна, мы от нее отталкиваемся, исследуем, там, например, Россия хотела того-то, получила тот, значит, она хотела прямо противоположного, там, и так далее, мы на самом деле не знаем, как видела в декабре 13-го или в апреле 14-го года российское руководство ситуацию на Украине, мы знаем, то есть абсолютно точно, мы можем констатировать только две вещи, первая вещь, Россия совершенно очевидна, не собиралась отпускать Украину из своей сферы влияния, для этого было сделано все и там в 12-м, в 13-м году и в конце концов даже совершенно упрямый, то есть проявлявший ослину и упрямство Янукович был поломан, отказался подписывать соглашение об ассоциации и стал на дорожку, которая прямо вела его в таможенный союз, чем вынудил, собственно, инициировать этот государственный переворот, потому что у Соединенных Штатов не осталось хорошей игры на Украине в рамках обычной политики, то есть если вы начинаете войну, а государственный переворот, это тоже война, хоть и гражданская, это значит, что обычных легальных политических лест у вас не осталось, в легальном политическом поле вас переиграли. Ну а дальше прекрасно знаем, на Украине началась гражданская война. На сегодня Россия возможности контроля над украинской территорией сохраняет. Более того, как я уже говорил неоднократно в ходе нашей беседы, очевидно, что Соединенные Штаты вынуждены будут с украинской площадки уйти. Как и когда сказать трудно, хотя с моей точки зрения в перспективе ближайших 10-12 месяцев это может продлиться и дольше. Но все равно уйти вынуждены будут, потому что они отказываются финансировать, они отказываются создавать на Украине какие-то долговременные реально существующие государственные структуры, а это значит, что эта площадка предназначена для сжигания. Да, и все их действия направлены на то, чтобы все-таки Россия зашла и начала воевать. Ну, еще раз представляю, понятно, что при несопоставимости российского и украинского военных потенциалов попытка затащить Россию на Украину с военными действиями это просто жертва Украины в течение каких-то дней, если не часов. Соответственно, в ситуации общего ухудшения геополитического положения интересы Россия на Украине не проиграны. Возможности дальнейшие, причем хорошие игры сохраняются. То, что в общем-то все это удовольствие в перспективе начинает значительно дороже стоить, просто потому, что будет разрушена украинская экономика, это факт, но опять-таки стоит это уже сейчас дороже для всех. когда начинается война, то обе стороны начинают тратить ресурсы в значительно большем количестве, чем это было до войны. Вопрос в том, кто тратит больше. Пока что, опять-таки, Соединенные Штаты на Украине, пытаясь связать российские ресурсы, связали свои. То есть, в этом отношении тоже проигрыша нет. с моей точки зрения перспективы достаточно оптимистичны. Может быть не у населения Украины, но по крайней мере у российских интересов на Украине. Опять же надо сказать, что это война. Это война между Россией и Соединенными Штатами, не между Донбассом и Украиной, не между Россией и Украиной, даже не между Россией и Европейским Союзом. Соединенные Штаты очень серьезный и сильный противник. И они тоже хотят выиграть. Поэтому до тех пор, пока они не капитулировали, сказать, что мы победили со стопроцентной гарантией невозможно. С 70, 80, с 90 процентной. Можно сравнивать современное положение вещей с Курском или со Сталинградом, когда коренной перелом уже начался или даже уже завершился, но все равно Германия еще была очень сильной и бои были еще продолжительные и серьезные. Но говорить о том, что мы уже в Берлине и знамя над Лейхстагом, сегодня, конечно, рано. Хотя, с моей точки зрения, перспективы, в общем-то, я уже сказал, оптимистичные. А насколько правильно, неправильно, там, в каких-то конкретных вопросах действовало российское руководство, сегодня сказать невозможно. Может быть, и через 10 лет будет невозможно, потому что для этого надо полностью оперировать не только документами, потому что многие вещи даже и не пишут и никогда не напишут, а знать в том числе и какие мысли и предложения высказывались в устной форме в ситуативных комнатах, причем не только в Москве, но и в Вашингтоне. То есть надо владеть всей ситуацией на доске, этого никогда не будет, поэтому мы можем только исходя из тех данных, которые у нас есть и не вызывают сомнения, не те, которые мы сами себе придумываем, а те, которые объективные и сомнения не вызывают. Мы можем сказать, что в очень сложной ситуации, которая начала складываться со старта 2000-х, то есть она же не в 2013 году появилась, но до этого лет 15 складывалась, с учетом того, что там на старте этих самых 2000-х Россия была значительно слабее и по всем показателям не могла противостоять Соединенным Штатам, к настоящему моменту Российское руководство пришло не только не проиграв, но с хорошими шансами на выигрыш. При этом ситуация на Украине очень тяжелая и в первую очередь для населения Украины. Я думаю, что после победы там как минимум на четверть, а то и на треть станет меньше населения, не только за счет вымирания, хотя, конечно, уже сейчас есть десятки тысяч погибших, но в основном за счет иммиграции, просто потому, что чисто экономически эта территория не сможет содержать прежнее население. Читатель Валентин Дмитриевич спрашивает, какие шансы втягивания в конфликт НАТО, учитывая, что Румыния это член Альянса, а готовится очевидно провокация с Приднестровьем. Я бы сказал так, что если говорить о НАТО как об организации в целом, то шансы очень маленькие, даже стремящиеся к нулю, хотя какие-то небольшие шансы существуют. Если говорить об отдельных членах НАТО, то Соединенные Штаты сейчас добиваются буквально, чтобы отдельные члены НАТО вступили в военный конфликт с Россией. Потому что провокации происходят не только с участием Румынии, но и с участием Эстонии. Польшу подталкивают к более активному участию в том же самом украинском кризисе. Причем к более активному военному участию. Просто надо понимать, что статья 5 Вашингтонского договора, которое вроде бы как обеспечивает автоматическое вступление в боевые действия всех членов НАТО, содержит две формулировки. Во-первых, при нападении, то есть член НАТО должен убедительно доказать, что произошла неспровоцированная агрессия против него. Во-вторых, страны-члены НАТО вступают в боевые действия в соответствии со своими национальными процедурами. То есть это происходит не автоматически, а надо пройти национальную процедуру. Но, как показывает практика и опыт, у них такие национальные процедуры, которые можно пройти за три секунды, а можно не пройти за три столетия. То есть все зависит, так сказать, от решения национальных правительств. Я думаю, не надо быть семипядей во лбу, чтобы понять, что ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне никто не собирается развязывать ядерную войну из-за Украины или из-за Эстонии или из-за Румынии и погибать на трупе подверженного врага. В принципе, да, ядерный потенциал Соединенных Штатов достаточен для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. Проблема в том, что ядерный потенциал Российской Федерации тоже достаточен для того, чтобы навсегда забыть о существовании Соединенных Штатов. Причем, если в Сибири еще есть возможность сохраниться у каких-то зачатков цивилизации, это показала история с Новым Орлеаном. В Соединенных Штатах вряд ли кто-то там выживет и вряд ли сохранится какое-то подобие цивилизованного общества. Вот. Поэтому вступление НАТО в боевые действия как организации крайне маловероятно. А вступление в боевые действия отдельных членов НАТО или отдельных контингентов отдельных членов НАТО не только вероятно, но и Соединенные Штаты делают все, чтобы это произошло. Просто в Румынии и даже в Эстонии сидят политики не то, чтобы более самостоятельные, но более сообразительные, чем те, которые сидят в Киеве. И в общем-то они понимают, что сейчас у них там Румыния или Эстония в руках есть. Плохонькое, но государство. А в случае сеть начала военной конфронтации с Россией американские войска, которые сейчас расположены в Эстонии в количестве пяти или десяти гаубиц и сотни или двух сотен человек, моментально погрузятся в самолет и улетят на родину. А Эстонии больше не будет. Или в Румынии повторится Яско-Кишиневская операция. И в общем-то более или менее нормальные, адекватные люди, поэтому всеми силами и отпихиваются от подобного развития ситуации. Поэтому, например, сейчас практически провокации в Приднестровье, которую Соединенные Штаты неоднократно пытались организовать с участием Румынии, они фактически готовят с участием Украины и Молдовы. В расчете на то, что защищая Молдову, Румыния потом все равно втянется, но первыми участниками, первыми актерами должны стать Украиной и Молдовой. Других желающих поучаствовать в развязывании агрессии против России пока что они не нашли. Значительная часть вопросов, которые пришли от наших читателей перед эфиром, касаются геополитического противостояния России и Штатов. Вы говорите, что это противостояние должно все-таки закончиться победой одной из сторон. так или иначе. И вот если обобщить вопрос наших читателей, то как это может закончиться? Какой мир победит? Русский мир, англосаксонский, либо мы перейдем к переформатированию всей мировой системы? Смотрите, с моей точки зрения ситуация вообще может закончиться либо победой России и переформатированием всей мировой системы, либо поражением всего мира, включая Соединенные Штаты. Потому что даже условная победа Соединенных Штатов в этом противостоянии просто откладывает на относительно небольшой период экономический крах. Американская противостояние началось только из-за того, что исчерпала свои возможности американская финансово-экономическая модель. ее неуязвимость заключалась в том, что Соединенные Штаты печатали валюту для всего мира, то есть они могли использовать ресурсы всего мира, и эта валюта не была привязана непосредственно к экономике национального государства, она обеспечивала потребности мировой экономики. Поэтому до определенного момента казалось, что Соединенные Штаты могут напечатать неограниченное количество долларов, а вот этот механизм финансово-вечного двигателя будет работать всегда. Но проблема заключается в том, что мир конечен, и следовательно вот эта система зависит тоже от конечностей мировой экономики. То есть на определенном этапе возможность выходить из следующих и следующих и следующих кризисных ситуаций просто за счет наращивания объема напечатанной валюты уперлась в невозможность для дальнейшего расширения мировой экономики. Ну буквально все рынки освоены. Вот в этот момент появилась необходимость отобрать чужое. Причем ведь этот кризис создается таким образом, чтобы одновременно отобрать зону экономических интересов, зону экономического доминирования у России, Европейского Союза и Китая. То есть Соединенные Штаты фактически пришли к этому самому, к ситуации фильма Горец. В живых должен остаться только один. Но в тот момент, когда они остаются в одиночестве, у них появляется небольшой зазор, то есть у них появляется возможность выхода из кризиса или откладывания кризиса за счет освоения рынков, которые сегодня контролируются Россией, Европой и Китаем, за счет ограбления этих территорий. Но, как показывает ситуация 1991 года, когда на голову свалился подарок в виде всей советской сферы влияния, но этого хватает на 5-10 лет, а потом все равно кризис. И потом уже некого больше грабить, просто все ограблены. И все равно система после этого схлопывается, только с еще большим треском, чем раньше. Поэтому победить навсегда Соединенные Штаты все равно не могут. Они могут только побеждая всех остальных отложить или продлить свою агонию. В случае победы в этом противостоянии России, то понятно, что Россия или страны БРИКС, кто угодно, многополярный НИР, он сталкивается ровно с той же ситуацией, с которой сегодня сталкиваются Соединенные Штаты. Если просто заменить гегемона на одного, на пятерку, на десятку, но оставить в неприкосновенности финансово-экономическую систему, то через некоторое короткое время гегемон столкнется с тем же самым. Возможности печатания мировой резервной валюты исчерпаны, рынки освоены, дальше все упирается в стену кризиса, надо либо грабить своих соратников по гегемонизму, откладывая собственную агонию, либо перестраивать систему, либо помирать в огне мировой войны. Поэтому реформирование мировой финансово-экономической системы, а значит и реформирование мировой политической системы неизбежно. Другое дело, что не сядут великие ученые где-нибудь в научно-исследовательском институте, и не сядут великие политики за круглым столом и не напишут план реформирования, не скажут вот по этому плану мы движемся и там через два года у нас решается пункт А, потом пункт Б, потом пункт В и так далее. Международное отношение слишком сложная система, которая зависит от огромного количества вообще непросчитываемых нюансов, включая личные интересы, личное настроение, личные особенности, даже личный интеллект отдельных людей. Поэтому подобный прекрасный новый мир, он возможно уже даже начинает выстраиваться уже, хотя и незаметно, и будет выстраиваться в ходе каких-то сложных договоренностей, переговоров, трений, противостояний, решения противоречий, достижения компромиссов между различными центрами силы и сферами влияния. Во всяком случае российское руководство, судя по его заявлениям, взяло курс именно на построение такого мира, потому что оно неоднократно заявляло, что оно видит будущее планеты в рамках многополярного компромиссного мира, который живет на основе консультации нескольких центров политической и финансовой и экономической мощи. Вот несколько вопросов касаются как раз того, на каких принципах этот новый мир возможно построить, объединить, в том числе постсоветское пространство. Вот скажем, Артем Ромбах спрашивает, Ростислав Владимирович, из ваших статей сложилось впечатление, что вы ассоциируете традиционные ценности с положительными, а так сказать, новые, нетрадиционные, ломающие традиции с негативом, но не все традиции одинаково полезны, есть и крепостное, право, и рабство, и так далее. И вот Шелк тоже спрашивает, говорит, а как, на основе каких ценностей русский мир может распространять свое влияние и строить новый мир, потому что вы правильно заметили, если одного гегемона заменить на другого, человечество не выиграет. А Россия, на ваш взгляд, способна дать миру такую новую принципиальную идею развития. Начнем с традиций. Традиции не бывают вечными, они трансформируются, меняются, какие-то исчезают, какие-то появляются. Но нельзя появиться в 15 или в 16 веке и просто отменить крепостное право, потому что это плохо. Потому что система прекратит действовать. В тех условиях она могла работать только базируясь на крепостном праве. Поэтому, кстати, где-то, где условия существования системы менялись, крепостное право отменяли раньше, где-то позже. И это практически не зависело от ценностной ориентации, потому что в Австрийской империи особо цивилизованной крепостное право было отменено в 1848 году, а в нецивилизованной России в 1861. С точки зрения истории это вообще даже незаметное расстояние. можно считать, что по сути дела в один и тот же год. Что касается того, что Россия может предложить миру. Давайте посмотрим на систему организации российского государства, которая по большому счету может быть применена и как система организации русского мира. Более того, она по сути дела применяется уже сейчас при попытке структурировать какие-то политические, экономические принципы взаимоотношений в рамках Евразии. По сути российское государство независимо от того, существовало в форме Советского Союза или в форме Старого Режима, это классическая империя, основанная на равенстве граждан перед законом. Вне зависимости от того, это какой-то таежный язычник, это мусульманин, это православный христианин, русский, он армянин, грузин и так далее. Как только он становится гражданином империи, как только эта территория попадает в имперские границы, он становится точно таким же абсолютно равноправным гражданином, как и государство, образующий народ, империи. То есть, что дает подобная организация? Она дает постоянное расширение, потому что империя все время расширялась, даже территориально, расширение торгово-экономического пространства, то есть расширяются возможности работы в пространстве, неограниченном таможенными и прочими барьерами. Она дает военно-политическую защиту, она дает равенство судебной системы, то есть одни для всех правила работы в юридическом поле. И она по большому счету ничего не забирает, потому что она не вмешивается в религиозные отношения, в культурные отношения, в семейные отношения, она не ломает традиции и так далее. Единственная, кстати, проблема Советского Союза заключалась в том, что он пытался сломать традиции и в Средней Азии, и в России, и в везде, подверстав их под новое чисто идеологическое понимание того, как должны выглядеть взаимоотношения семьи, государства и частной собственности. Во всем остальном он полностью повторял имперский принцип организации. Поэтому с точки зрения предложения всему человечеству русского мира существует предложение организации российского государства и предложение организации тех же отношений, на которых строились веками отношения России и ее союзников, друзей и партнеров. При этом опять-таки надо понимать, что если русским может стать татарин, может стать чеченец, может стать узбек, как только он становится собственно гражданином России и принимает основы русской культуры, то русским может стать и французы, немец, и англичанин. Такие случаи бывают, хоть их сейчас значительно меньше, но переселяясь при Петре, при Екатерине Второй, немцы вообще-то обрусевали десятками тысяч. И огромное количество масштабных государственных военных деятелей Российской империи выходцы даже не из прибалтийских родов, а из родов обрусевших немцев, которые приехали собственно с территории Германии. Да и сама Екатерина великая императрица, которая в значительной степени являлась создательницей государственной политической и юридической систем российского государства и которая за время своего правления добилась его наибольшего территориального расширения, это же ведь тоже обрусевшая немка по большому счету. Поэтому как раз предложение этого самого русского мира, это предложение определенной культурной идентификации, которая не навязывается окружающему миру, в которую можно совершенно спокойно встраиваться, сохраняя свои личные внутренние взаимоотношения семейные и культурные, которые не поглощают, не ассимилируют, а просто объединяют и взаимообогащают. И при этом подобное культурное единство плавно и без напряжения приводит, а в отдельных случаях не приводит к политическому и экономическому единству. Но опять-таки это уже на уровне новой надстройки, никогда происходит просто поглощение одной политической системой и другой политической системой. А когда две политические системы в рамках вынужденного взаимодействия создают какое-то третье единство, то есть из них двух получается что-то новое третье, которое для всех участников этих политических систем является более продуктивным, чем то, что было до этого. Ростислав Владимирович, большое спасибо, что пришли к нам в открытую студию. Не за что. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова